Первый гол, передача Бобровского, который выручил свою команду, и именно после его сейва подобрал шайбу Мазякин и все сделал дальше сам. Сергей Мазякин, 1-0, восьмая минута, 7-17 отыграли команды в третьем периоде, и через 3 минуты и 2 секунды на ошибке американцев поймает Александр Овечкин. Овечкин, у которого неровная получилась игра, что, наверное, логично, в связи с тем, что ему еще переживать и переживать, я думаю, и завтра он еще не будет себя физически так уж комфортно чувствовать, но свое дело сделано. Вспомните, в перерыве мы только говорили, что если Овечкин забьет в третьем, то ему можно простить все его там ошибки до этого. Вот то, что нельзя простить Джастину Фолку, и он сам себя не простит. Джастин Фолк обеспечил хороший шанс Овечкину. Такие шансы Александр не упускает практически никогда. Да, спустя 2 минуты, 3 минуты, вернее говоря, после шайбы Мазякина, гол Александра Овечкина 2-0 впереди России, и за 10 минут до конца третьего периода дело почти сделано. То есть дальше надо играть надежно, что и продемонстрировала сборная России, когда сейчас стал 3-0, уже вопросов не осталось. А стал он спустя еще 5 минут. Без малого Вадим Шипачев при участии Николая Кулемина и Сергея Мазякина довел преимущество сборной России до крупного. И сейчас стал счет 3-0. Тем не менее, американцы боролись до конца, но вопросов-то уже не было. Дальше мы могли проиграть, только если бы сами как-то умудрились себе забросить. Но тоже важная история, что сегодня все-таки, несмотря с ошибками защиты, но с блестящей гениальной игрой Бобровского, мы оставили свои ворота в неприкосновенности. То же самое, кстати, сделали и канадцы. Золотое правило плей-офф. Нужно играть надежно в обороне. И, конечно, качественно иной игры мы требуем от наших защитников. Но понятно, что финал против Канады это и другая эмоциональная, другая физическая составляющая. В этом финале может быть все, что угодно. Ну и вот, пожалуйста, сегодня какой перехват. И дальше Малкин с Овечкиным выходят на пустые ворота. И с передачи Ови Малкин забрасывает свою шайбу. Четвертый гол в неприятельские ворота. Ну что ж, уважаемые друзья, мы пока не чемпионы. Финалисты этого мирового первенства. Завтра канадцы впервые с 2009 года. Пять раз российская команда выигрывала чемпионат мира. Советская, соответственно, 22. У нас было семь финалов. Это восьмой плюс две бросы. Но об этом говорить сейчас не будем. Пока мы поздравляем всех вас с победой. Счастливые, разумеется, и получившие огромные...